Всем привет, мои дорогие бьюти-голики! Это видео про мои фавориты последних полутора месяцев. Я прям кайфанула, кстати, с этого макияжа и вообще всего образа. Честно, зафанатела, вдохновилась. Ниной парк, прекрасный корейского происхождения, американской визажихой, которая красит хайли. Очень красивые сейчас коричневые макияжи, вот эти прозрачные платьишки. И непонятно, как я теперь буду красить в дальнейшем что-то не коричневое на себя, потому что это слишком хорошо. Ладно, давайте поговорим в том числе и про то, чем сегодня красилась, в том, почему прыщи, чем это все устанавливаю. Короче, как обычно, предусторию этих месяцев и все логически. Опять живу в Дубае, очень плохо сюда собралась, очень много вещей продублировала. Но это означает, что я их люблю и, наверное, им особенное место в этом видео. У нас будет про все, про уход за телом, про кисти, любимый купальник и так далее. И очень надеюсь, что у всех у вас будет это зимой или даже в конце осени. Я смотрю на дату, какой сегодня ноября. Отпуск, потому что, мне кажется, нам мир всем просто должен выписать путевку, отдыхать. Мы все это заслужили. Так вот, начну с ухода за телом. Удивительно хороший крем. Честно, я прям по красоте просто выбирала продукты с собой. Красивые черные баночки, чтобы у меня все красиво здесь стояло, радовало меня. Не все в итоге сработало из ухода. И пришлось вернуться к тому, что эффективно, а не просто красиво. Я бьюти-блогер про это. Извините, хотите красиво, идите к нарцисскам. Без обида нарцисскам. Ну, то есть, тем, кому нравится, чтобы только дорого-богато у Хари. Производила впечатление и с брендами, и лого. И вообще, у меня все про эффективность. Сколько бы это ни стоило, поэтому и дешевые будут, и дорогие вещи, которые мне нравятся. Так вот, локальный бренд Love Tea Art суфле для тела. Energy Booster черный чай имбирь кардамон. Пахнет очень вкусно и кисловато, такой сладковатый лакшери запах. Мне очень нравится. И самое главное, у этого лосьона очень классная консистенция. Он прям такой какой-то сливочный. Он даже какой-то перламутровый. И в нем есть частички перламутра, когда я делаю любой категорически кофейный скраб, в котором есть капля масла. Наношу вот эту штуку на себя. И даже через час я иду в бассейн. Я из него выныриваю. Из хлорочки встаю под душ и споласкиваюсь. И кожа не пересушенная. То есть, он, особенно после скрабов, даже остается. И он мне нравится как просто крем. Он достаточно экономичный. Он такой какой-то специфический. Даже я не могу сказать, чем это примерно. То есть, он даже вот не было у меня таких запахов, честно говоря. Ну, короче, какое-то сочетание. Имбиром это не очень пахнет. Но где-то кардамоном или манграсом что-то такое происходит. Бренд сейчас есть на Marketplace. Есть в ЦУМе. Если есть возможность послушать, рекомендую это сделать. Я бы его еще раз повторила. Следующая вещь. Это любимый купальник. Это Lover Ice бренд российский. Много раз показывала в Инстаграме его. Что мне нравится. У них, если выходит определенный цвет, у них такой конструктор. То есть, вы можете купить себе для пляжа, например. Вот верх банда, которая у меня. Мне очень нравится этот цвет изумруд. Я считаю, это лучший купальник в моей жизни. Это лучший купальник в моей коллекции. У меня, я не побоюсь этого слова, десятки, десятки. Вероятнее всего, ни у кого из вас нет такой одержимости купальниками за много лет, как у меня. Ну, я больная просто немножечко. И вы можете купить низ такой, низ секой для загорания. Очень удобно. И самое лучшее в этой всей истории, это то, что существует еще и юбка. Это не реклама. Хотя я бы от них не отказалась. От подарков. Потому что я сама очень много купила. И, наверное, меньшую часть мне дарили от этого бренда. И большая часть за мои деньги куплена. Короче, юбка вещь суперудобная. Накрывашечка такая. Если ты хочешь более открытый низ, но при этом не хочешь своей пятой точкой светить по всему отелю, бассейну, даче или где-то там загораешь, то юбка просто вообще вещь. Причем, если ты хочешь какие-то шорты или что-то надеть, ты можешь и на верхнюю часть. Это такой какой-то непонятный кусок ткани. Это все завязать. И я бы к своим купальникам и черному, и коричневому любимому тоже купила. Просто очень сильно радует. Мне делают все и русскоговорящие, и нерусскоговорящие люди, с которыми я общаюсь, лежу на пляже рядом, на бассейне, комплименты на эту самую юбку. Короче, вот такая вещь. Дальше такая деликатная тема, как целлюлит. Я, честно говоря, дико ленюсь нормально заниматься спортом. Скоро запущу курс с вами вместе начну заниматься. Сейчас пипец лень. Я только восстанавливалась психологически, физически, потому что я болела перед отъездом три недели. Задолбалась. Обычными способами не справляюсь. В Корее изучала просто целый месяц, как спорт, лимфодренажные всякие вот эти вот с веревочкой, таким жгутом тренажера, которые тебя трясут, как на тебя работают. Большинство вещей, которые я пробовала, давали обратный эффект. И мой целлюлит за всю мою жизнь достиг максимального эффекта. Вероятно, это приход старости. Тридцать четыре годика все-таки это не так просто уже, как в двадцать четыре, при том, что со всем остальным все зашибись вообще в организме. То есть мне все нравится, как сейчас функционирует. Все нормально с целлюлитом и кожей, и вопросики. И с коллагеном, в принципе, всю жизнь у меня вопросики в моем организме. Потому что, во-первых, я одержима каким-то мармеладом и всем, что по текстуре такое пружинище, холодец и все это, у меня явная какая-то потребность. И у меня в детстве, в одиннадцать лет появились растяжки просто везде. Вот прям на икрах даже, не говоря про обычные гормональные зоны. Поэтому, ну, что-то есть у меня в организме странное с этим. И я покупала курс по антиотекам, антицеллюлиту. Я делаю, и ничего не происходит. Аппаратные процедуры попробовала, очень все плохо помогает. Как-то мне это все не нравится. Приборы, которые раньше помогали, не помогают. Соответственно, приходится что-то делать, что нашла. Это Yaman RF EMS. Такой мультиактивный массажер, который, в общем-то, несколько имеет функций. И у него идет и массаж, и прогрев ткани. И забыла, какая-то автомобильная фирма делала изначально вот эти вот ролики, но без какой-либо доп-функции. То есть физические просто ролики. Честно скажу, даже физические ролики, которые сейчас есть на рынке подобного плана. Да, штука выглядит немного неприлично. Как и многие-многие гаджеты. Так вот, даже я знаю, что мои коллеги, которые не ленились и вот такую вот штуку без включения использовали на линии подбородка. Когда просто работают, смотрят телек или что-то такое. Если положить ее перед компьютером, где ты постоянно работаешь и делать, будет улучшение контур лица. Если использовать на теле и тем более чередовать режимы и использовать регулярно. Дело в том, что RF лифтинг, он улучшает выработку коллагена. Он временно, визуально дает эффект подтяжки кожи и вообще такого тонуса. И еще и вот этот EMS. Еще и так, как вы зажимаете и можете здесь вот более в глубину, короче говоря, проработать. Не говоря про то, что это удобно. Достаточно расслабляющая и не больная вещь. Что круто. В отличие от всех баночных массажей и вообще тут тебе не нужно мучиться с техникой выполнения. Ты не поставишь на себе синяки. Либо массажист уже не поставит синяки. Вот этого ора боли нет. Я уже не готова, наверное, боль терпеть такую ради красоты. Не знаю. Но менять концепцию надо. Мир меняется для ухода за собой. И красоты должна быть рутина и постоянство. А не боль и жертвы какие-то, я считаю. Вот. Яман, японский бренд, вообще очень классный. У меня прибор мульти такой лифтинговый. Микротоки плюс другие функции для лица. У них шикарный крем лифтинг для века, который очень эффективный. Вот эта штука мне еще очень нравится. То, что здесь такая добивочка процедуры в плане убрать жидкость, отток жидкости из организма. У нас, если кто не знает, в организме проблема. У кровеносной системы есть насос сердца. А у лимфатической системы насос нам не положили. Мы должны были все-таки как-то более активно жить свою жизнь в качестве животных. И больше двигаться. Сейчас в современном мире мы этого не делаем. Временами, особенно стрелетов или долгого пребывания за компьютером. Когда я много учусь или курс пишу, что-то делаю, много снимаю. Прямо понимаю, что в бедрах есть лишний отек. И когда курс делаешь, прямо даже к своей массажисту ходила по этому поводу. Она мне сказала еще и коллаген пить обязательно дополнительно. Тоже делала посты про хорошие всякие витаминки. Но и массажная вещь вот эта совершенно прекрасна. Очень рекомендую чек-лист. Каждый день на первом этапе делать. Делать по движению лимфы, то есть от колена к бедру. Тройное действие, именно физическое, тепловое и импульсное очень эффективно. Но, пожалуйста, не надо думать, что аппарат вам растопит лишний жир. Это не так. Из плюсов относительно курса массажа. То, что нет синяков, никуда ездить не надо. И это не больно. Но, да, прибор не дешевый. Он стоит как курс антицелитного массажа, например, в Москве. Но из плюсов есть скидка. Оставлю ссылку в описании. Проходите, смотрите. И давайте перейдем к уходу за кожей. Итак, чем я восстанавливала свою ситуацию? Я уже жаловалась, что в этот раз с прыщами на лице мне ничего не помогало. Все мои стандартные методы не шли на пользу. Мне пришлось отказаться от стайлинга практически, чтобы еще не забивать дополнительно поры. Практически сократить маски для лица, от чего, конечно, волосы не в очень хорошем состоянии. И все-таки применять такие более кислотные продукты. При том, что в том же здании, в той же температуре, в том же режиме питания в весенний сезон все было зашибись, и прыщей было ноль. Так что пришлось весь свой чемодан пересобрать, что-то еще откопать из загашников, что-то довезти. Короче, очень много разных опций у меня для вас хороших. Я сейчас вот эти заканчиваю и перехожу на следующий. Art and Fact, неацинамид, полиевая, молочная кислота, витамин С, витамин Е. Бета-кератин, хорошая сыворотка, чтобы эту всю историю и остановить. И витамин Е также помогает от пигментации и для восстановления цвета потом. У меня очень хорошие результаты. Что хочу сказать, не забывайте, что если вы используете ретинол, то с витамином С мы в одно нанесение не сочетаем. Витамин С у вас утром, ретинол у вас ночью. Ретинол в данный момент у меня от Доктор Брандт. Он достаточно дорогой, но если что, вариант от Верифик, который я показывала до этого, он бюджетный, доступный. Можно тоже брать. Этот просто чудо какой эффективный. Но он мне в этот раз не помогал от прыщей, он мне помогал только от последствий прыщей. Так что, не знаю, я уже была готова реально питаться очень хорошо, чисто, вообще ничем не мазать волосы. Лишь бы просто это остановить, но тфу-тфу-тфу, слава богу. Чем еще устанавливала? Вот такая классная штука для аппарата Реклэр. Это такой гибридный продукт. Он и тоник-мист для подготовки к домашнему очищению лица. Он и может быть ночной, отшелушивающей такой водой. Аналог, ну точнее, наверное, более новое поколение всех вот этих штук, типа Kiehl's и так далее. Здесь действительно очень экономичная вещь и удобно пользоваться. Спре прям хорошее сочеталось с чисткой. Не сдавайтесь, да, друзья мои. Все можно победить, все можно остановить из этих всех процессов. Главное, рутина и регулярность. Сегодня амбассадор чек-листа просто. Я всем советую все вот эти действия, которые для красоты ввести в чек-лист, потому что они вас и стабилизируют в сложное время, и результаты вы видите раньше. И что я использовала после, это вот такие вот диски, прикольные пэды. Их тут очень много, здесь очень много жидкости. Вероятно, они когда закончатся, у меня здесь еще будет жидкости на половину банки, и я положу туда ватные диски. И буду дальше использовать. Очень удобненько, потому что это как листовая маска на лицо целая, только большие кружочки. Вы можете точечно накладывать, да, если где-то у вас расчесанный прыщ, и вы не хотите там переувлажнять и вот это все, вы можете пропустить эту зону, а как бы маска, она на все целиком. Или маска, если у вас нарушены ресницы, тоже не совсем удобно, а диски, они и под процедуру гальваники, и тоник. Так, просто взял один, протер свою прекрасную мосечку своими прекрасными лапками, и вот так вот, как маску, и под процедуру. Я любительница пэдов. Sorry, вот это не очень дешевая история, но вроде сейчас скидки должны быть. Это Dr. Curacal, мицеллярка с пробиотиком и кислотами. Невозможно такие продукты использовать на глаза. Это, конечно, минус, но вообще вся вот эта система, что это уже с жидкостью, диск, он еще такой с перфорацией, такой объемненький, отшелушивающий. Буквально двух хватает, чтобы удалить полный макияж. Это ужасно удобная история, друзья. Так как я чаще всего не крашу глаза, или только тенюшку в складку века наношу, это удобно. Хотелось бы нарастить ресницы, но пока в процессе. Дальше буду восстанавливать вот этими двумя сыворотками, закончу то, что сейчас у меня есть, вот от Sensation сыворотки, да, и обязательно поделюсь с вами результатами. А какой-то промежуточный продукт, перед тем, как мы перейдем к декору, я не знаю, почему это здесь, но почему-то. Это коллаген с витамином С. Во-первых, прием коллагена, в принципе, должен быть с витамином С, потому что так и только так это усваивается. Во-вторых, он вкусный. Это непонятная пудра с Marketplace, похожа на протеиновый порошок. Здесь такая мерная ложечка. И когда я делаю какую-нибудь кашку, я заварила уже свою овсянку горячим молоком или горячей водой, помешала. Это уже не адски горячая температура, там, 60 градусов. Можно положить этот самый коллаген и хорошо размешать. Протеиновые шейки в разные напитки. Если вы какой-то делаете с мороженым, с манго шейк, просто ванильный какой-нибудь шейк, это прям очень улучшает вкус. Я не знаю, он прям какой-то вкус, он кислый, но он вкусный. И он прям вот в ванильным каким-то таким простоватым вещам. Очень идет по вкусу. И мое любимое для кожи, но не любимое на вкус, это сельдереевый шейк с утра. Не молоко, а сельдерей протеин, шпинат. Я не очень люблю просто сельдерей. Если вы тоже, то вам это невкусно. Вот ложку положил и нормальненько, вкусненько, бодренько. Очень много не надо, иначе вкус перебивает. Но вообще зашибись вещь. По сравнению со всеми капсулами, ампулами и так далее. Дальше восстановительные тональные для морды лица. Clinique Even Beta Clinical. Именно эта версия самая стойкая. Она же самая дорогая, но не суть. 20 SPF здесь. Очень вязкий такой тон. Я его использую сейчас как бронзер, а не как тон. Потому что от классического тона я отказалась. Сейчас покажу, что у меня вместо тона помогает быстрее остановить пигментацию. Сейчас у Vivienne Sabo вот такой вот, который нужно трясти. Жиденький тон Shake Foundation с матовым эффектом. Тоже с салицилкой, и тоже как бы он и стойкий, и матирующий, и помогает бороться с воспалениями. Очень его люблю. Здесь у меня правда светловатый, я на собой темноватый. От Clinique. В результате я их иногда мешаю. Но вот этот аналог не на данный от Clinique, а все-таки на тот, который вот в похожей упаковке. И он с фиксацией. Классный тон. Они оба выдерживают дубайскую жару и влажность, что сильно приятно. Так как те пудры в формате тона, которые обычно я показываю, уже всем поднадоели, и цвета моего тоже нету, а я загорела, я сейчас использую Can't Stop Won't Stop. Это вообще-то Satin Powder написано. Но она вообще-то пигментирована из покрытия. Мой оттенок Medium. Это марка NYX. Вроде они должны быть в продаже. Вроде все заказывается. У нее такой красивый сатиновый эффект, который вы наблюдаете на моем лице. Как раз получается такой эффект Highly или Belly. Более такой, знаете, дорогой кожи холеной. Но носогубка на камере блестит и будет блестеть. Это неизбежно. Соответственно, если у вас сильно много рельефов тут-тут вот здесь и вот здесь, может это сильно сияет. Ну то есть это не прям вот матирует-матирует. И если у вас жирная кожа, это тоже не самый лучший вариант. Если у вас не самая жирная кожа и вам пофигу на то, что это будет сиять. Или у вас нет противопоказаний как бы. То и здорово. Очень хорошая пудра. И она бестальковая. На повседневку хорошо. Какая-то она интересная. У нее покрытие меньше, чем обычно у рассыпных минеральных пудр. Но как-то вот этот светорассеивающий эффект. Что-то такое. Хоп-ла-лай-лай. И вроде и твоих прыщей, и всего остального меньше видно. И красноты вообще. И вот я наношу вот эту штуку бронзовую сюда. Вот эту штуку пудровую. Заполняя остальные места. То есть серединка лба кружочком. Вот так, вот так, вот так. Такой как инстасовременный контур из двух цветов. Получается, на мой взгляд, зашибись. Вот, это доступно. А, еще консилер хороший. Если мне лень. Если мне нужен бронзер, например. Если у меня сейчас нет вот этих моментов прыщей на периферии. То хорошая штучка. Это тоже, к сожалению, нет моих цветов. Консилер похож на консилер от Dior. Аппликатор от Incas. Уже в телеге рассказала. В видео про аналоги люкса рассказала. Большой аппликатор. Хорошая цена. Он красивый, похожий на кожу прям. А это значит, что вы можете нанести только под глаза. Только вокруг носа. Только туда, где у вас есть проблема цветовая. Есть аж две любимые туши. Да, они разные. Не спрашивайте. Виктория, которая редко красит глаза. Да, у меня две туши в фаворитах. Одна из них. Она просто дает очень длинные ресницы. И вообще очень впечатлившая у меня и объемная, и удлиняющая тушь. И у нее именно хорошая такая силиконовая щетка расческой. Она очень резиновая. Ты можешь мазать, 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 мазать. И, короче, удивительно. У меня нашлись в организме ресницы с ней. Это тушь Manifest. Если я это еще не произнесла, а с Marketplace. Вторая тушь, которая мне очень нравится. Мне дико нравится Artvisage Chicago. Мага это одна из бюджетных тушей. Буквально там 270 рублей. Вот эта с голубой маркировкой. У нее тонкая, длинная силиконовая щетка. Как у Max Factor Masterpiece. Не Max, а классической. Много у кого такие были щетки. И она именно водостойкая версия. Она прям очень хороша. Прям очень-очень вполне водостойкая. Бассейн в жару и потереть даже выдерживает. И при этом ее как-то можно смыть и не убиться. Вот почему-то от именно этой туши и в классической текстуре очень длинные тоже ресницы. Но она никогда на мне не держалась. Сюда печаталась. Поэтому вот здесь вопросики. Вот эта очень хороша. Но когда очень жарко я бежала по улице и вспотела, она, честно говоря, навеки рисует. Вот эта, честно говоря, делает не такие длинные ресницы. Но зато не печатается. Если вы очень заморочены, вы можете накрасить водостойкой нижние ресницы. И когда докрашиваете верхние, вот так сделать последнее движение водостойкой. И у вас будет стойко все. Но это если вы заморачиваетесь. Так как я клеила пучки ресниц, снова хочется напомнить. Раз я обнаружила в своих чемоданах три пачки, могу сказать, что это любимая вещь. Это Андреа самый нераздражающий глаза клей для накладных ресниц. Который раз в фаворитах. Но вот что я могу сделать. Кисти, надо было их раньше поставить. Они очень красивые. Здесь у меня вообще в чехле в этом есть и от N-Beauty несколько кистей, которые по дизайну подходят. И что-то еще. Китайская моя любимая кисть. Но кисть JK и чехол JK это просто любовь. Посмотрите, во-первых, какой чехол красивый. У него две ручки разной длины, чтобы носить на поясе. Сами кисти какие-то очень красивые. Я еще хитрая женщина. Он же глубокий, чтобы кисти полностью закрывались. И торчать они, видимо, вот так вот не будут. Я хитрая женщина. Положила туда оберточные какие-то ткани. Какие-то чехлы от чего-то тканевые. И у меня вот так вот красиво эти кисти видно. Они в доступе. В общем, визажист, автор. Большая молочинка. Мне очень нравится. И веерный. Вообще они все мне нравятся. Что я гоню? Веерный, невеерный. Все. И вот эти кисти очень странные. Ими я делаю, кстати, коррекцию очень натуральненько. Вот этой штукой мне очень понравилось под глаза консилер наносить. Вот это вообще, в принципе, моя любовь. Я постоянно такими делаю. Обычный тон, минеральный тон. Вот моя чекухода заюзанная. Вообще, единственная кисть, которую я прям люблю от чекухода. Хотя это одни из самых дорогих кистей. Очень хорошая. Прям рекомендую, рекомендую. По-моему, промокод еще действует. Если еще действует, напишу под видео. В общем, респект, на самом деле, коллеги за них. Их действительно сделано с целью хорошо сделать. И мне понравилась еще упаковка спонжей. И спонжи хорошие. И форма спонжей классная. То, что ты помыл, поставил. Есть прорези, крышечка. Ты можешь вот так вот два спонжа положить. Мне очень понравилось. Значит, дальше я очень быстро расскажу. Не кидайтесь помидорами. Потому что существуют способы пересылки. А может быть, кто-то живет за границей и так закажет. Скульпбьюти. А именно от Шопоголик. Сервис. А вообще, это палетка Шарлотт Тилбери. Я не могу не сказать. Да, фиг достанешь. Но достать можно. И если вы пропустите, будет обидно. Если вы прям, ну, действительно очень любите косметику. Любите лимитки. Любите этот бренд. И самое главное, любите запеченные текстуры. Как прекрасный хайлайтер Beauty Drugs. Вот он мой зайчик. У меня, кстати, раритет. Это с дыркой. Самый первый сошедший из производственной линии. Мой хайлайтер. Он никуда не девается. Он в наличии. Но вот это вот очень похожий. И порозовее. Посмотрите, какой. Просто из космоса. Ну, из космоса, конечно, сияющий. Потому что он вот такой же. Он родственник моего хайлайтера. Оттенка 2. Цветлый и темный. У этой палетки существует. Очень такой натуральненький. Супер классный. Вот такой вот цвет. Румян. Ну, у меня на кисточке вот на этой конкретно уже ярко-розовый был. Ну, посмотрите. Ну, запеченные текстуры самые лучшие на планете. Берем ядерно-розовый. Фигарим его. Очень освежающий цвет. Аля Миранда Кер. Тащусь от этого цвета. Очень в современной моде. В стиле clean girl make-up. Супер омолаживающий. Короче. Не получилось, да, сказать быстро. Ну, охрененная палетка. Мне будет очень жалко, если вы не купите. Я такой прям make-up энтузиаст. И, короче, розоватый. Тоже куда-то сюда буху. Вот все четыре оттенка на щеке. Ну, скажите мне, что это не лучшая в истории палетка. Вот скажите. Вот я бы на вашем месте, если бы мне мой битеблогер о ней не рассказал, я бы расстроилась. Так, я пытаюсь своим никсом припудриться, но, как вы видите, когда с видеосветом снимаешь, очень все блестит. Если эту палетку вы не можете найти, то напоминаю, что в Нарсе вообще-то. А Нарс продается в большем количестве стран, чем Шарлотт. Есть вот такие вот палетки. Сейчас выходит нового сезона. Это та же текстура. Это та же текстура. Цветов больше. Ну, здесь меньше хайлайтеров. Сильно рекомендую к покупке. Это выгоднее. Это дешевле. Это доступнее. Так что не плачем. Но там, конечно, суперклассная подборка цветов. А тут вы думаете легко. Вы думаете, в Дубае что, она продается в магазинах? Она раскуплена уже давно. Так, ну что. Губы. Губы, блин, это самый популярный блеск года, который прорекламировал Хайли. А выпущен он маркой Рианы Fenty Beauty. Блеск тот самый Хайли, который теперь просто все купили. Просто самый раскупленный блеск года. Обещаю. Буду искать аналог, который легко купить. Это Fenty оттенок от Chocolate. Sorry, что я о нем говорю. Но раз уже про пересылку, возможно, мы поговорили, пусть уже будет здесь. Сейчас будет то, что доступно. И по цене, и вообще. Итак, безумно крутая вещь. Это пламперы-карандаши от Catrice. Они бюджетные. У них достаточно темноватые такие сексуальные цвета. На осень и зиму я считаю, что это очень актуально. Это, в принципе, очень модно для современной техники. Вот этого вот Clean Girl Makeup. Естественно, вот это самый нюдовый 0,10. Какой-то более темный, карамельный. И потеплее, похолоднее. И более коричневый это 100, и более бордовый это 0,90. Они увеличивают губы. У них прям вот эффект вот этого ментолового плампера. Они стойкие. Они бюджетные. Они очень кремовые. Они не крошатся. Они ровно наносятся. Они просто офигительные, друзья. Поэтому дико-дико советую. Люксовая, но потрясающая помада. Увлажняющая, бальзамная. Приятная очень в сумочке. Приятная в руках. Приятная по ощущению на губах. Это мое любимое слово про нее прям. Это 110 номер от Givenchy. Я посмотрела, она везде есть. Так что вот прям эффект типа того. Но мейкап мейкап. Свои губы только лучше. Накрасила красивой. Такое вот увлажняет чего-то такое. Хотите дневной, хотите под смоки. Ну, потрясная бальзамная помада. Именно 0,10 оттенок. Просто чума, бомба, ракета. Просто цвета этого макияжа. Это отвал всего. И в коричневой версии, и в розовой версии. Короче, надеюсь, что вам было интересно и полезно. Люблю вас, обнимаю. Пусть у вас все будет хорошо. Пока-пока.